здравствуйте друзья сейчас мы с вами посмотрим вот такой универсальный пульт это универсал по китайским телевизорам оем брендов универсал для всех китайских телевизоров имеет обширнейшую базу вся эта база отражена вот в этих листах с ним идет два больших бренд листа с изображением всех пультов которые меняют там все и все наши роллсами супроши ваки или фанкины акиры все подряд полары а кай все там dns и dexp прекрасный обширный универсал настраивается он четырьмя способами первый способ настройки это вот кода мы берем этот листочек находим наш пульт по изображению и запоминаем код который написан над ним например вот пульт шиваки 0451 код будет 041 запомнили этот код 041 берем в руки наш универсал зажимаем красную кнопку power и кнопку сет держим их пока не загорится постоянно пока не появится постоянное свечение в кнопочке сет появилась вводим код 041 041 код ввели индикатор погас значит можно проверять на телевизоре берем направляем телевизор проверяем все ли в порядке все ли срабатывает если не срабатывает находим подобный пульт в этом бренд листе вводим его код так же самое это был первый способ второй способ настройки это ручной поиск зажимаем кнопку power так же самое зажимаем кнопочку сет отпускаем до куда он загорится постоянно и начинаем ручной пояс каждый раз нажимая кнопку воль плюс прибавление громкости этот пульт будет подавать сигнал следующего пульта следующего то есть раз нажали он подал сигнал громкости этого пульта этого пульта этого пульта этого этого и так по порядку ваша задача направить его на ваш телевизор и следить за экраном как только на экране вашего телевизора появится значок увеличение громкости вам необходимо будет нажать кнопочку с вот смотрите на теста каждый раз нажимаю кнопочку прибавить громкость воль плюс как видите меняется код и меняется микросхема и система соответственно то каждый раз команда на увеличение громкости разного пульта от разных телевизоров естественно вот появилась громкость все в порядке значит вы поймали свой код все хорошо один раз нажимаем сет все на этот код запомнил все в порядке пользуемся пультом это был второй способ настройки данного универсала третий способ настройки это автопоиск самый такой простой способ и пригодится тем кто вообще потерял эти инструкции кстати их можно будет скачать я надеюсь что у нас получится их загрузить на сайт для вас ссылочку оставлю в описании под видео автопоиск зажимаем кнопку set и держим ее не отпуская видим да что вне в кнопочке сгорел индикатор и пошли импульсы здесь такая же самая история просто вы не каждый раз не нажимаете кнопку воль плюс он сам вы просто держите эту кнопку не отпуская ее направить на телевизор он сам по очереди крутит свою базу подавая сигналы громкости следующего следующего и следующего пульта ваша задача не пропустить момент когда на экране вашего телевизора появится значок увеличения громкости как только он появился сразу же не мешкая отпускаем кнопочку set и проверяем остальной функционал если что-то работает некорректно вы можете таким же образом продолжить автопоиск точно так же кнопочку set зажав он перейдет этот режим будет крутить базу дальше это был третий способ настройки данного пульта назывался автопоиск и четвертый способ настройки это автопоиск в рамках бренда как видите здесь над кнопочками есть название брендов не знаю так вот видно нет sharp sony panasonic санью hitachi toshiba philips lg samsung и так далее вот если вы обладатель одного телевизора одного из этих брендов вам повезло вы можете делать автопоиск в рамках вашего бренда просто зажимаете кнопочку например у вас телевизор panasonic троечку зажимаем и держим и направим пульт на телевизор сейчас он через четыре секунды начнет базу крутить вот сейчас он крутит базу только по пультам panasonic только в рамках бренда panasonic соответственно времени на автопоиск это займет на порядок меньше чем если бы он крутил всю базу из тех 500 пультов которые мы делали при обычном автопоиске только в рамках бренда panasonic он сейчас ищет видите держу кнопочку вот так вот настраивается это были все четыре способа настройки данного пульта если что-то будет непонятно пишите в комментариях я постараюсь вам помочь надеюсь это видео будет для вас полезным всем спасибо за внимание до новых встреч